Согласно внесенным изменениям в Кодекс о налогах, срок оплаты налога на транспорт для физических лиц продлен до 1 апреля этого года. Это новшество введено в действие с 1 января 2021 года. При этом для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете, действующий на 1 января соответствующего финансового года, за который идет оплата. А это 2651 тенге. То есть раньше у нас был налог на транспорт до 31 декабря текущего года, теперь он переносится до 1 апреля следующего года. Налог на транспорт уплачивается по месту жительства, налогоплательщики исчисляют налог самостоятельно путем применения налоговых ставок. И здесь возникают трудности, отмечают налоговики. Автовладельцам нужно знать, ставка налога ежегодно меняется, она зависит от месячного расчетного показателя, вида и мощности двигателя транспортных средств. Рассчитать свой налог автовладелец можно самостоятельно, в автоматическом режиме, на интернет-ресурсе комитета государственных доходов. Но в налоговой говорят, что граждане продолжают по старинке узнавать сумму, приходя в управление госдоходов. Кстати, время посещения сюда нужно бронировать заранее. Зайдя на сайт комитета госдоходов, в режиме электронные сервисы, там заходим в сервис-калькулятор и расчет налога на транспорт. А также через приложение ЕСАЛЫ КАЗАМАТ, также расчет калькулятора и рассчитывать налог на транспорт. Помимо этого, на портале ЕГОВКИЗ появилась новая услуга по оплате всех налогов и обязательных платежей в бюджет без необходимости авторизации и подписания электронной цифровой подписи. Для оплаты необходимо пройти в раздел «Налоги и финансы», «Платежи», «Оплата налогов» и других обязательных платежей в бюджет и заказать услугу, нажав на «Оплатить онлайн». После введения ИИН налогоплательщика на именование органов государственных доходов, суммы платежа, кода бюджетной классификации, система автоматически предложит перейти в раздел «Оплаты налога». Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение «Есалык Мобайл», портал ЕГОВ и в отделениях «Казпочта», а также через мобильные приложения банков второго уровня. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН.